Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня поговорим о поэме «12» Александра Александровича Блока. Эту поэму Блок написал, вдохновившись революциями 17 года. И он написал эту поэму за 2-3 дня, а потом в течение примерно одного месяца отредактировал и отдал в печать. Его не поняли, не приняли. Ни коллеги по цеху, ни большевики. Большевики говорили, что Блок не понял духа революции. А коллеги по цеху отвернулись и заклеймили его как провозвестника революции, как рупора революции. Ахматова, Сологуб, Пиарт и позже Гумилёв. Они отвернулись от Блока, перестали с ним общаться. В какой-то момент Блок попадает в тюрьму, но вытаскивает его из тюрьмы Луначарский. И после этих трагических событий, то что его не приняли, то что его посадили в тюрьму, и Блок совершенно потерял способность писать что-либо. Ему было очень тяжело вернуться к творчеству, но он так и к нему и не вернулся. Умер в 1921 году. Поэма 12. Блок её написал в порыве увлечений. В порыве вдохновения революцией. Он разделил её на 12 глав под поэм. И снабдил эту поэму 12 героями, 12 красноармейцами, которые ходят по 12 человек по улицам революционного Петрограда, после революционного Петрограда и наводят порядок, так как они понимают по-своему. Блок никогда не любил Петербург и считал Петербург мрачным городом. Но здесь, когда он приехал и увидел революцию и побродил по революционным улочкам Петрограда, он увидел этот город по-новому и захотел отобразить это в своей поэме. И он это сделал. А его коллеги по цеху, которые заклеймили его, они почему-то не увидели в его предыдущих произведениях о том, как он писал о современном потерянном человеке, о осмыслении мира, страшного мира в кавычках. Целый цикл у него стихов вышел. Его символизм в стихах о том, что он предрекал скорую кончину этому символизму в поэзии. И занимался разработкой религиозных каких-то тем. И его коллеги по цеху почему-то все 20 лет, которые творил Блок до поэмы 12, они не замечали. А в 16-м году в своем стихотворении «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух», он пишет такие строчки. «Ты не встречишь участия у этих людей, у этих... Ты не встречишь участия у этих зверей, называвшихся прежде людьми. Ты железную маской лицо закрывай, поклоняясь священным гробам, охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам». Не это ли стихотворение стало, скажем так, поворотной точкой в его карьере, когда он обратился к настоящему миру? А окончательно этот настоящий мир он отобразил в поэме 12? Люди ходят, люди бродят по 12, по Петрограду после революции. Да, пусть так. Подержали блока только Мандельштам и Есенин. Но потом, в более поздних, и у Пастернака, и у других авторов, нас прослеживается преемственность в стиле, в мыслях преемственность от поэмы 12. Рассказывать о содержании поэмы я не считаю нужным, потому что прочитать ее, вот если вы не смотрели бы сейчас это видео, вы бы уже заканчивали читать эту поэму. По сути. Потому что поэма читается там 7-8 минут, она коротенькая. Но я хотел вам показать саму обстановку, в которой находился писатель, поэт Блок. Как он проходил свои годы жизни до того, чтобы написать эту поэму. И что это была не случайность, это была понятная последовательность его творчества. Что он искал. Пусть у него были какие-то романтические лирика с символизмом. У него были стихи, которыми он обрабатывал какие-то религиозные вопросы. Вопросы религии интересовался ими. Пусть он говорил про так называемый страшный мир. С его точки зрения. О трагедии. Современного на момент жизни Блока человека. Так может быть, вот эта вся подготовка, которая была Блока до поэмы 12, она выплеснулась в поэме 12. Завершив и поставив крупную точку в его творчестве. И действительно, что да, не приняли, заклеймили. И он не смог это выдержать. Ну, такой был человек. Это был обзор, скорее обзор обстоятельств написания поэмы Александра Блока 12. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Я к вам обязательно вернусь с новыми обзорами. Всего вам доброго и до новых встреч.